Доброе утро! На канале Россия полезное утро пятницы. Здравствуйте, друзья! Заметили, какая ранняя весна в этом году? Ранняя, красивая, все расцветает, все бушует красками. Но весна, она ведь как девушка, такая же капризная и еще неизвестно, что нам покажет она к концу месяца. А мы сегодня будем говорить о женском здоровье, о красивом женском теле, а еще о... Нет, об этом вы узнаете сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, в горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 11, 16 тепла и местами плюс 5, плюс 10 градусов. В Черкесске небольшой дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, 15 тепла. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И я с большим удовольствием представляю вам своих утренних гостей. Это Мадина Алиева, женский тренер по фитнесу. Добро пожаловать на программу «Утро России». И наш большой друг, человек, к которому можно обратиться абсолютно по любым вопросам, психолог Олеся Ахлименко. Доброе утро, Лидия. Доброе утро. Итак, мы говорим сегодня о женской красоте, о женском здоровье. И, Мадина, я хочу прежде всего вас спросить, давно ли создан клуб, в котором вы работаете именно женским тренером? Какие девушки к вам приходят? Какого возраста? И вообще, иметь красивое тело, накачанное, подкачанное, это для них самоцель? Или какие-то все-таки другие цели они преследуют, приходя к вам на ваши занятия? Там очень такая щепетильная работа, и тренера задача грамотно подойти к каждому клиенту персонально, изначально его встретить, и полностью, знаете, как сканер его сканировать и знать. Вот даже если есть, есть такие, которые даже пытаются скрыть, что у них есть противопоказания, даже связанные с психологической стороны, а их много. Я, моя работа выявить, расположить к себе человека, чтобы человек раскрылся, доверился мне. И только потом мы уже подбираем программу тренировок, и моя задача донести до человека, что это его программа, так должно быть, мы так начнем. Потом, если она говорит, нет, вот у меня только две недели, и вы должны меня вот просто взять. Вылепить. Вылепить. С такими людьми даже не берусь работать, не хочу. Потому что я хочу здоровье давать. И через здоровье мы к красоте приходим. А вот так, знаете, показать человеку, да, я могу, я могу, да, но потом за побочные эффекты я не отвечаю. Мадина, чаще всего приходят, ну вот, со сроками определенными. Да. Ради кого-то, ради чего-то, ради какого-то события в жизни или для себя любимого? Классный вопрос, который, знаете, я даже у себя в Инстаграме всегда люблю об этом говорить. Призывать девушек, для меня все девушки, девушки, вне зависимости от возраста, вне зависимости, что человек пережил или переживает, или что его в будущем ждет. Вот это, допустим, кто-то собирается замуж, приходит, подснежники, которые спали всю зиму, очнулись перед весной, перед летом, весной. Ядко похудеть надо. Да, или, допустим, кто развелся, у кого, то есть всякие, да, психологические моменты, депрессия. Я всегда призываю девушек любить себя вне зависимости от обстоятельств жизненных. Не нужно быть привязанным. Или, знаете, приходят, знаете, вот мой муж сказал мне, начни, иди хоть. Вот я вот из-за мужа, ради мужа, тоже не люблю с такими работать. Я люблю, когда девушка замотивирована сама для себя. Вот она смотрит, каждое утро встает в зеркало, подходит и говорит, о, моя прекрасная, о, моя красивая. И она, вот знаете, для себя вот живет, и она хочет, как бы, у нее цель, я, мотивация для меня, для себя, ну, не для людей, не для окружающих. Окружающие только потом увидят, оценят и скажут, вау, какая она классная. Согласитесь, да, вот, и когда с такими людьми разговариваешь, общаешься, то есть уже по-другому даже, ну, восприятие совершенно другое. Поэтому, когда ко мне девочки идут и говорят, знаете, вот долго думала, но я поняла, что вот нужно что-то менять, хочу для себя, вот, для моего здоровья, там, я восторгаюсь. Мне, знаете, я замотивирована работаю, но, да, есть, конечно, я не имею права отказать девушкам, которые приходят, и у них были какие-то проблемы. У кого-то депрессия, у кого-то развод, кто-то переболел, а кто-то после аварии у нас даже есть. Такие девушки, которые приходят после аварии, то есть мы помогаем им реабилитироваться и восстанавливаться. То есть у меня есть тренер, который работает, вот она прям, да. Есть, допустим, мамочки, которые приходят, приводят детей у кого-то, ну, ДЦП, и мама сама в депрессии при этом находится. То есть там, конечно, мы не можем сказать, а, ради себя оживили, здесь уже немного другая работа, другой подход, то есть, да. А так я призываю всех определенно, любите себя, тогда все будет по-другому. Ну, мы как-то вот все говорим и говорим, мы не радио, мы телевидение, поэтому предлагаю сейчас посмотреть сюжет, который мы сняли в вашем фитнес-клубе, в вашем фитнес-центре. Давайте посмотрим. Семилетняя Ясмина мечтает быстрее повзрослеть. В июне ей исполнится восемь, и малышка очень ждет свой день рождения. Второй год эта кроха занимается тхаквандо, а еще она очень хочет... Хочу заниматься на инструментах музыкальных. А на каких? На скрипке или пианино, вот эти два инструмента мне нравятся. Тебе музыка нравится? Да. Мама в детстве на гитаре играла в 15 лет. Мне гитара так себе не нравится. Искусственно. А как тебе кажется, можно совмещать занятия спортом и музыкой? Да, можно. В тренажерный зал для занятий с тренером Ясмина приходит с мамой, чтобы поддерживать спортивную форму. Мама Рита на протяжении нескольких лет тоже активно следит за своим здоровьем. После родов быстро пришла в форму. Но даже не это для нее главное. Когда ты приходишь на занятия, ты чувствуешь себя более внутри спокойнее, более сильной. И когда выходишь из зала, то есть все твои проблемы, кажется тебе уже, ну, что ты все сможешь. Здесь, набравшись сил, эти самые силы помогают вам, ну, ребенка воспитывать, справляться с какими-то домашними делами, может быть, на работе. Вообще в жизни помогают? Ну, конечно, когда ты ходишь и занимаешься, в целом не только ты для здоровья сюда приходишь, но и духовно. Как бы ты более спокойнее становишься, потому что ты здесь выплескиваешь все свои эмоции, как бы, поэтому. Вот. И, естественно, и воспитание ребенка, и дома, и везде, как бы, намного легче, благодаря вот спорту. Мадина Алиева – женский тренер по фитнесу. Делать девушек стройными, подтянутыми для нее не сама цель. Скорее способствует тому, чтобы они были здоровы, чтобы были всегда в хорошем настроении и дарили положительные эмоции окружающим. В каждом конкретном случае подход индивидуальный. В приоритете – здоровая спина, позвоночник. На что я всегда говорю, нужно акцентировать, и это должно быть основой, – это наша диафрагма и наш позвоночник. На самом деле, если у вас здоровый позвоночник, от этого зависит вообще ваше общее состояние, да и все ваши органы от этого также зависят. Ваше настроение, даже финансовое положение. Когда у вас здоровый позвоночник, у вас все складывается в жизни, и настроение, и самочувствие, и желание творить, и творить красоту над своим телом. Вообще желание жить и настрой – все по-другому. Девочки у меня не сразу переходят на тренажеры. Сначала у нас идут коррекционные тренировочки. Мы укрепляем, улучшаем ротацию, после чего я уже подготовленного человека сажаю на тренажер. И мы постепенно, постепенно увеличиваем веса. Также это все, конечно, происходит без фанатизма. И я смотрю, допустим, у нас может быть ряд противопоказаний у человека. Это могут быть и грыжи, протрузии. Ну, довольно-таки их немало на самом деле. Поэтому все очень индивидуально, и подход индивидуальный. Есть мнение, что спортивные залы приходят в основном для того, чтобы сбросить вес. В случае Оксаны Циковой все наоборот. Я пришла, чтобы поправиться, и я достигла. Я поправилась. И еще иду к этому, и еще иду. То есть кто-то страдает от избытка веса, вы дефицитом. Понятно. А каким образом? Это мышечная масса. Да, мышечная масса растет. Есть тренера, которые помогают в этом, подсказывают питание и все остальное. Режим какой-то подстраиваем. Да, тренировки. То есть все индивидуально? Да, конечно. У всех все индивидуально. Вы для себя это делаете? Конечно. Если ты себя любишь, то и все тебя вокруг любят. Ну, так же это работает. В здоровом теле здоровый дух. Лозунг из прошлого века, но такой актуальный сегодня. Любоваться своим красивым телом в зеркале – мечта любой современной девушки. Быть просто здоровым мечтает любой здравомыслящий человек. И дело не в возрасте, скорее в желании. И пусть ваши желания всегда совпадают с вашими возможностями. Магина, ну вот как раз вопрос на злобу дня. В каком возрасте к вам можно прийти, если возрастные ограничения? Скажу так. Возрастных ограничений нет. Есть только то, с чем приходит сам человек. Это я могу потребовать, допустим, пройти какой-то ряд, ну, сдать анализов, обследование. Если там уже человек приходит и говорит, вот я хочу по программе там, ну, Бубновска. Вот мне нужна просто коррекционная, ну, реабилитационная программа. Я никогда не смотрю на возраст, не говорю, что есть ограничения. Все зависит от того, как, ну, в каком состоянии человек придет. То есть там мы изнутри его изучаем, смотрим, какие-то анализы сдаем, какое-то обследование проходим. Мы уже, исходя из этого, мы потихонечку приступаем. Ну, я вот, исходя из того, что я услышала, я, например, понимаю, что женщины, которым уже далеко не шишнадцать, я к вам, они, может быть, там накачают себе мышцы, там, не знаю, попы и так далее, но они получат вообще, во-первых, массу положительной энергии, впечатлений, да, и настроения. А это тоже все отражается на внешности. Внешности, конечно. Здоровый образ жизни – это не только занятия спортом, физкультурой, это еще и здоровое питание. Конечно. Ваши барышни, которые приходят к вам, они придерживают здорового питания? Я вам скажу, я против всяких диет, строго-настрого, никаких диет, только расчет по колоражу. Когда у меня девочки приходят, знаете, говорят, вот я там сидела на диете, я похудела там на столько-то килограмм, ну, вот она обратно благополучно и набрала эти же килограммы, даже, может, больше. И она меня, знаете, когда смотрит с такими глазками, а мне что, надо будет отказаться? Я такая, стоп, нет. У нас мы работаем по-другому. Если вы соблюдаете свой колораж, ваш организм не испытывает стресса, вы не голодаете, вы не хотите бросить все и сказать, да я себя принимаю, люблю такое, какая я есть, вы аккуратно двигаетесь вперед, пускай маленькими шагами, но продвижение есть. Но никаких диет, мы против диеты, мы бунтари, да, и боремся с этим, никаких диет. Вот что-то мне подсказывает, что Алисе есть, что возразить. Нет. Нет, мне хочется, знаете, вспомнить слова великого классика, в человеке должно быть все прекрасно, и душа, и одежда, и мысли, и так далее, и что учения и труд, и все перетрут, и вот так, к чему-то все это приводит, к какому-то хорошему результату. Но не происходит ли у нас, знаете, какого рода перелом, перекос, вот в головах ваших очаровательных девушек, в головах тех людей, которые, Олесь, к вам обращаются, не происходит ли перекос, что вот тело просто вот на пятерку, а в голове-то не все складывается. То есть мы на такую высокую планку поднимаем вот достижение физически или физиологически, а в голове туман, в голове не все сходится, в голове... Вот вы говорите, что я любимая, я прежде всего, а как же все остальное? Важен баланс, и тело важно, здоровье тела важно, движение важно, и я слушала Мадину, у меня прям бальзам на душу, когда она стала говорить, что не против диет, потому что это полное нарушение баланса в жизни женщины, и любая диета заканчивается возвращением килограммов, плюсом, и еще плюс депрессия, плюс стресс и чувство вины, что ты опять сорвалась, и опять все плохо, это белка в колесе, и это, да, вот Мадина мой соратник в этом. И я абсолютно согласна с Мадиной, что фитнес-зал при грамотном тренере, это круто, это хорошо, но должен быть во всем баланс. Поэтому, когда ко мне приходят женщины, девушки в любом возрасте, я всегда говорю о том, что женщина, ну, в принципе, и мужчина, но будем сейчас говорить только о любимых девочках, это существо, которое рассматривается, простейшее рассмотрение человека, это пирамида, в основе которой лежит физика, тело, и тело должно находиться в движении, тело должно получать внимание, заботу, но начинать надо не с тренировок в фитнес-зале, если до 30 лет сидела, как амеба на диване, и знаешь только вкус булочек, и где какие булочки продаются, то прийти в фитнес-зал и начать с большего, это не всегда будет в пользу, потому что, ну, это, знаете, как взять ребенка и посадить в 11 класс. Поэтому я говорю, учимся ценить свое тело. Ценность женщины, любовь женщины начинается с ценности тела. Буду говорить сейчас банальные вещи. Это когда ты разговариваешь с человеком, а тебе очень хочется пить. Выпей воды, извинись, скажи, минуточку, выпей воды. Удовлетвори потребность своего тела. Это ценность твоя. Если ты разговариваешь с человеком по телефону, он на тебя вываливает кучу своих проблем, проблем, а ты в этот момент хотела просто отдохнуть после работы, наберись мужества, определи свою ценность, своего тела, своего сознания. Скажи, извини, дорогая, я тебе перезвоню позже, я очень устала. И ляжь, отдохни. Начни с прогулок. И в этих прогулочках дойди к грамотному фитнес-тренеру. Я всегда говорю, женщины к женщине, к мужчине, к мужчинам идут на тренировку. Потому что тренировка женщины и мужчины это абсолютно разные вещи. Я думаю, Мадина со мной спорить не будет. Потому что поднятие тех тяжестей в фитнес-зале, где тренер-мужчина, для женщины небезопасно даже на гормональном уровне. Потому что усиливается выработка тестостерона и сопутствующих мужских гормонов. И это может повлиять очень на серьезные гормональные сбои по женскому типу. Да, сила воли – это тот багаж, который довольно-таки маленький у нас. Поэтому вводите привычки по чуть-чуть. Да, сегодня ты обрела привычку встать утром и выпить полстаканчика подкисленной воды. То ли лимон, то ли лайм, то ли натуральный яблочный уксус. Чуть-чуть подкисленный, чтобы это не было стрессово для желудка. Выпила маленькими глоточками, подошла к зеркалу, посмотрела себе в глазки, минутку-две поговорила себе. Ты, солнышко, ты великолепная, ты замечательная, ты волшебная, ты сексуальная, ты успешная, ты любимая. Глядишь, уже у тебя там дофаминчик поднялся, оксициталинчик поднялся. Наш мозг, наше эго, да, это же такая структура, которая, ребёнок, и которая ведётся на слова, и идёт выброс положительных гормонов, которые дают тебе настроение на весь день. Маленькое, незатейливое упражнение, которое имеет накопительный эффект, поделало, вот, формирование привычки. 21 день — это осознание. Примерно 40-46 дней — это уже в тебя что-то входит. Ну и как сейчас, последние данные нейрофизиологов, которые я прочитала, вот, буквально два дня назад, 66 дней — это формирование привычки на уровне нейрофизиологии построения нейронных связей. Поэтому формируем привычки, новые привычки, а не обвиняем мам, пап, бабушек, дедушек, общества в том, что мы чего-то не умеем. Вы такие молодцы, такие умницы, слушаю вас, и прям жизнь обрастает какими-то очень яркими и такими красками, положительными эмоциями. Всё в привычку. Если ввести, вот я согласна с вами, тренировки, то есть с утра встать, воду пить, ходить, то есть ходьба — это вообще какая классная вещь. Вот у меня есть девушки, которые пишут в директе, я хочу начать, но не могу, что мне делать? Первый мой совет — это взять, почитать какую-нибудь определенную книжку и начать ходить в день хотя бы 15-20 минут. И давай через месяц мы с тобой спишемся. А давайте. Всё через месяц, вот практика моя, вот просто, а не в зале. Кто прислушался и начал это делать, они уже в зале. Вы знаете, когда речь заходит о здоровье, о здоровом образе жизни, я всегда вспоминаю времена Советского Союза, когда на всех предприятиях, на всех производствах были так называемые пятиминутки для отдыха, одна производственная гимнастика, люди вставали, встаньте там, раз, два, три, четыре каких-то элементарных пять-шесть упражнений, и вроде ты отдохнул, да, и спина у тебя, и шея отдохнула, и хондрозик отпустил, и можно было дальше работать. Вот мне кажется, что мы со временем вот и к этому нашему опыту, хорошему опыту тоже придем, и тогда, может быть, у вас клиентов поубавится, ну, хотя нам вряд ли, конечно, главное, Олеся, чтоб у вас их поубавилось. Ну да, наверное, но пока не убавляется. Да, чтобы с этими проблемами к вам не обращались. Дорогие мои, красивые, очаровательные, я благодарю вас за то, что вы это утро провели вместе со мной и сделали его абсолютно полезным. Я думаю, что женский пол нас посмотрел с удовольствием. Девочки, дорогие, я хочу еще раз представить вам гостей. Это Мадина Алиева, женский фитнес-тренер, и Олеся. Олеся Ахлеменко, наш удивительный психолог, который всегда находит ответы на все вопросы, которые мы ставим перед ним. Спасибо вам еще раз. С вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Далее смотрите программу про здоровье. До свидания, до новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok